друзья всем привет меня зовут юля меня женя это мой муж если кто не знает вы на моем канале сладкий персик и сегодня у нас обзор вот этого увлажнителя от сяоми да он называется сяоми мисс март насколько я знаю у них одна такая модель вот именно такая модель слушай я не силен в линейке увлажнителей вообще сяоми это такая компания которая делает вообще абсолютно все начиная от телефонов телевизоров заканчивая ложками вилками поэтому я думаю что и увлажнители у них несколько но по крайней мере вот это у нас в россии очень распространено продается во всех крупных и сетевых магазинах и на marketplace их в общем найти и достаточно просто проще чем остальные увлажнители от сяоми этот точек у нас а до этой модели был какой-то старенький увлажнитель такой с вентилятором который мы покупали по фишкам супермаркете мы его взяли случайно совершенно поняли то что без увлажнителя жить на самом деле хуже чем с увлажнителем и потом решили обновить и вот выбрать вот эту модель почему мы ее выбрали во первых все увлажнитель с вентиляторами нет муж правда почему не потому что есть три типа увлажнитель есть ультразвуковые увлажнители есть это вот вот эти вот они самые современные последнего поколения есть паровые увлажнители они работают по принципу электрочайник и есть стандартный увлажнитель который вот с вентилятором фишка в том то что у нас во-первых прошлый был тоже ультразвуковой и во-вторых во вторых ультразвук он испаряет воду но и этот вот эти испарения их же можно поднимать соответственно там есть маленький вентилятор собственно из-за чего у нас прошлое сломался у нас просто забарахлил вентилятор мы его выкинули соответственно купили новый причем его даже не выкинули родителям отдали его дедушка починил и он до сих пор им пользуется но в любом случае нам этот больше нравится и вот почему во-первых у нас белая прекрасная кухня в минимализме и увлажнитель тоже очень хорошо подходит по стилю ко всей нашей квартире потому что у нас квартира студия и как бы мне не хотелось этих вот цветочков рюшечек вот этих вот всяких зеленых вставок мне хотелось просто красивый минималистичный лаконичный увлажнитель поэтому вот этот просто идеально вписался в интерьер согласен полностью то что дизайн у него как и в принципе у всей продукции xiaomi хороший простой минималистичный и при этом вписывающийся в любой интерьер у нас прошло кстати увлажнитель был тоже белый вроде как все там было хорошо в дизайне он был не такой цилиндрообразный как этот больше в виде капельки но в любом случае он был белый и зачем-то производитель взял еще сверху нацепил полупрозрачный зеленый пластик который мы сразу же выкинули вообще просто и у нас остался белый увлажнитель нормально он нам тоже подходил по дизайну но зачем-то некоторые производители вот так вот измудряются но наверное кому-то нравится тут на вкус и цвет как говорится товарища нет вот что мне нравится потому что что мне нравится наоборот юля сказала про дизайн я просто дополнил мне дико нравится в этом увлажнитель то что здесь нужно доливать воду сверху просто просто убирается вот это вот крышечка и все и сверху я из обычного фильтра мы фильтруем предварительно воду и туда заливаем почему фильтруем потому что если просто лететь из-под крана там быстро образуется этот майк налет 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 вот и соответственно я все сказал просто прошло нашего возьмите этот первый был очень удобный там нужно было открыл откручивать вот тут то есть вода наливался сюда также но приходилось откручивать верхушку переворачивать ее откручивать на ней крышку и наливать воду потом переворачивать и и быстрее ставить него вечно капало и как бы но это вообще было очень удобно дико одеть просто вот удобно но прошлый увлажнитель нравился нашей кошки больше почему потому что мы снимали верхние вот этот вот как ты назвал ее крышку нет верхушку верхушку мы снимали верхушку и соответственно низушка оставалась открытой а в ней была какая-то вода учитывая что кошки ну она пьет воду отовсюду только не из миски она пьет или мы открываем кран она пьет из крана мы ей специально ставим блюдечко или чашечку да она пьет из чашечки причем когда ей надоедает пить по человеческих это сказать по по кошачьей она начинает пить лапой вот так вот вот и соответственно ей очень нравилось прошло увлажнитель потому что низушка оставалась с водой она подбегала и сразу наливали воду сюда она уже тут как тут только начинаешь откручивать она уже бежит и быстрее и по инерции когда мы поменяли увлажнитель она и к этому тоже первое время когда я просто поднималась крышку она такая вот сейчас я попью а тут уже не очень удобно не достанешь и она такая разочарованную зато у нас в увлажнителе нет кошачьих слюней ура не но у нас и до этого нет после того как она пила я все это промылал все было нормально еще один плюс этого увлажнителя в том то что он вообще не шумит у него какой-то там заявлен характеристиках в децибелах очень сильно низкий уровень шума я просто могу сказать что он работает практически бесшумно вообще если ты не знаешь то что тебя увлажнитель включен ты как бы даже и не услышишь согласен да здесь кстати вот эта крышечка она вот так вот фиксируется и соответственно не елозит так мне еще нравится но это опять же все в сторону дизайна наверное то что здесь всего две кнопки спереди то есть это включение кнопка управления интенсивностью потока увлажнения есть там три скорости минимальная средняя наивысшая и четвертый четвертый раз нажимаешь на эту большую кнопку здесь увлажнитель уже сам автоматически выбирает подачу пара пара влаги вот по выбранному заранее критерию заговорился вообще и третья кнопка которая находится сзади и пользуешься в один раз при короче когда приносишь увлажнитель домой и подключаешь его к вайфаю да вот все настроил вайфай и дальше уже управляешь смартфона и это и это следующее преимущество потому что найдем и пожалуйста приложение потому что этот увлажнитель настолько умный что он коннектится с телефоном то есть скачиваешь приложение сяоми она кстати одно на все устройства если у вас есть умный пылесос робот или камера вот у нас камера есть и все ваши устройства они будут в одном приложении это очень удобно да вот покажи собственно как выглядит управление увлажнителем можно здесь кнопочками включать все регулировать можно делать в приложении даже показывает уровень важности вот сейчас 51 процента так себе нужно было конечно включить кнопочками не все можно кстати регулировать приложение можно больше потому что приложение ты можешь включить выключить вот здесь подсветку в там звуки уведомления и соответственно ты можешь также настроить влажность какую тебе надо чтобы он автоматически поддерживал вот и можешь запланировать включение и выключение по таймеру это очень удобно на ночь например ну если ты знаешь что у тебя помещение там увлажняется до комфортной среды там за два часа за три часа за четыре ты просто ставишь таймер на четыре часа ложишься спать и у тебя увлажнитель выключается сам например да но мы этой функции не пользуемся мы просто заливаем полный бак полный бак у нас отрабатывает здесь на самом увлажнитель и кстати нарисовано то что весь бак израсходуется за 72 часа пример вот и это кстати еще одно очень большое преимущество у него у него объемы резервуара четыре с половиной литра это очень много потому что ну как бы мы его включаем у нас наверное на 72 часа его не хватает у нас достаточно сухой такой климат но мы включаем вопрос на максимальную мощность и где-то в районе суток да вы представьте вы заливаете воду утром и он у вас там выключается на следующее утро только это очень удобно потому что как раз если сравнивать с предыдущим увлажнителем там был маленький объем от этого бочка и его хватало даже даже не хватало на ночь мы ночью просыпались для того чтобы увлажнитель пищал ему не хватало воды он автоматически выключался а этот будет работать прям вот сутки вообще легко это очень большой плюс наверное самый главный мне кажется потому что я помню мы с тобой выбирали когда мы смотрели большой резервуар да да точно мы его смотрели и в него смотрели так если говорить о минусах они хоть и не очевидны но не здесь есть ну как бы если уж искать их то найти можно кажется русский человек всегда особенно русский человек в комментариях минусы найдет сто процентов но стоил он когда мы покупали около пяти тысяч рублей не знаю сколько стоит сейчас может быть он там стоит чуть дороже мне не могу сказать что там цену можно относить к минусам или плюсам потому что все очень субъективно но минус на мой взгляд в том что вот этот датчик влажности он не показывает влажность на самом увлажнителе и чтобы ее посмотреть нужно зайти как раз таки в приложение приложение уже не в телефоне и например если я одна дома я не знаю какая у нас влажность в квартире то есть я просто включаю увлажнитель ну как бы там чувствую что мне нужно включить увлажнитель и включаю оба удобнее если бы здесь хотя бы вот но показывал процент где-то на дисплее почему бы нет так я могу же поделиться с тобой можно можешь поделиться но все равно нельзя там приложение мама придет с кошку кормить еще что-то ну как бы мне было бы удобнее если бы влажность показывалась на самом приборе не только в приложении да согласен хотелось бы но это бы наверное привело к удорожанию продукта возможно дополнительные материалы дисплеи все такое в любом мне кажется по любому есть у сионе модель там постарше у которого какой-то красивый нарядный дисплей и он показывает это все но еще минус сегодня обнаружил только если увлажнитель долго не открывать как бы любой увлажнитель нужно обслуживать менять воду регулярно его промывать потому что ну как этом если в кувшине просто ставить воду там будет такой неприятный налет если долго и не менять вложитель то же самое здесь вот здесь вот как бы вот эта крышка снимается снимается же она просто понимать верно поднимается и вот здесь видно такой налет не запах как ржавчина которая еще не пыталась почистить зубочисткой но чтобы его питали почистить нужно вот ее снять и как бы уже там тряпочкой потерять но это скорее не минус а такая особенность ну потому что любой техникой нужно что ухаживать вот но просто тренд современной вот индустрии к производства техники всех производителей они ведут нас к тому ну к максимальной линии например почему мы отказались от робота-пылесоса потому что он сам себя не выкидывает не выбрасывает за собой мусор вот соответственно и здесь тоже вроде бы все просто ты залил воду включил вот он тебя увлажняет тебе не надо там каких-то старообрядческих вот этих вот танцев с бубнами как раньше моя бабушка например делала там перед батареями ставила литровой кис водой до чтобы помещение увлажнялось сейчас этого ничего нет и просто залил воду включил кнопку он тебе пожалуйста там еще и показывает какая влажность какая красота вот но мы в своей линии естественно продвигаемся дальше и меньше охоты заниматься обслуживанием техники но этим нужно заниматься чтобы техника прослужила дольше это же моя прелесть мы кстати не сказали самое главное зачем вообще обязательно в доме а тем более в россии в сезон отопления нужен увлажнитель да зачем да потому что все сохнет сохнет реально кожа слизистая у нас растение комнатная мебель паркет и не на техника животное животное очень сильно страдают сухого климата если у вас там кошки собаки ну рыбкам пофигу я думаю птички то им ну и им реально лучше когда в квартире хороший влажный вам тоже будет лучше если вы ну нельзя на море наверное все были все себя лучше чувствует на море в том числе потому что там влажный климат до сто процентов согласен в южных регионах все себя чувствует лучше и вплоть до штукатурки какой-нибудь до автомобиля и так далее потому что там вот такой сбалансированный климат он влажный тепленький все такое вот когда у нас включается отопление у нас вроде бы тепленько вроде бы хорошо штукатурка не падает но очень сухо да очень сухо поэтому нужно влажность поддерживать насколько я помню если меня сейчас поправишь влажность должна быть от 40 до 60 процентов в квартире это считается нормальной влажность комфортный для организма ну да сколько я помню что такое да у нас во многих квартирах в зоне отопления влажность бывает 7 процентов где 7 и где 40 но очень низкая поэтому увлажнитель реально нужен всем вот честно вот такой у нас получился мини-обзор увлажнителя уверена он вам понравился я тоже вы старались пишите в комментариях было ли вам интересно о чем интересно еще послушать мы обязательно снимем для вас еще обзорчики пока